Аплодисменты Спектакль не просто знают, а знают его наизусть. Сегодня у нас есть, сегодня, впрочем, как и всегда, у нас есть много поводов для того, чтобы собраться здесь вместе петь Норд-Ост. Ну, просто первый из них и главный повод и причина — это то, что нам просто очень нравится это делать. Мы получаем почти физиологическое удовольствие, когда поем эту музыку, этот текст. Я думаю, что мы не одни здесь такие, вас тут таких много. Почему почти? Да, действительно, у меня поправляются мои коллеги. Вторая причина — это то, что, в общем-то, этот год юбилейный, 10 лет со дня премьеры и 100 лет со дня той самой памятной навигации 2012 года. Летом 1912 года отправилась та самая экспедиция лейтенанта Седова, которая и вдохновила своей трагической судьбой Вениамина Каверина на то, чтобы написать свой знаменитый роман, который нам подаем музыку. Ну, вот мы отмечаем еще эту дату. И сейчас я вам представлю... Так, никуда не ходим. Не волнуйся, опять-таки. Я вам представлю моих друзей, коллег, которые сегодня для вас петь. Юрий Мазихин. Виталий Мазихин. Виталия Соловьева. Алья Кузнецов. Ирина Линн. Великолепная. Молодина. Ан-Ви, Ан-Донова. Виталий Мазихин. Виталий Мазихин. Кюнгер Маткин. Виталий Мазихин. Виталий Мазихин. Алексеева Слажанский. Меня зовут Виталий Чебоксарова. Все предложения и пожелания. Виталий Мазихин. И все ко мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас новый концертмейстер. Ну как новый? Кристина Карпетян. Она работала на концертмейстере. Слава Богу! Виталий Мазихин. И вот он и снова с нами. Полина Арцис. Сегодня его Макай. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в этом зале много наших коллег. Сегодня в этом зале автор мюзикла. А. Кристина Карпетян. Алексей Игоревич Спасибо большое. Мы, так понимаем, в паузе между многочисленными гастролями и концертом. Как я научился? С Богом. Первый раз услышу это. И вот. Похоже, что даже в прямом части. Это вам так кажется, что вы первый раз это услышите? Милый друг мой, дорогая моя Машенька, Пишу тебе это письмо, И одна лишь мысль терзает меня. Койко-сознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас. Самая первая из них ошибка, За которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Да, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Молю тебя. Не верь этому, человек. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны Именно ему. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии Шлёт ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии Шлёт ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии Шлёт ему проклятие. Абширную, покрытую снегами землю, которую мы открыли к северу от Таймурского полуострова, я назвал твоим именем. И скоро на любой географической карте ты сможешь прочитать привет, который шлёт тебе твой Мальтигома, нестремленный логоть. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы перейдем в полный красок и жизнестейный кризис. Вспомните, салятая солнцем сцена. Рабочие люди грузят цуки на варку. Крепит чай, грудки пароходов. Еще больше не проводят ноты. Море молчит как рыба, Но ветер дубит и все изменится. Море, то тише мыши, то выше крыши, Зовет волну. В стиле мочит и леньится, Штопы в рычаге перенится, Белых в своих барашках, Сгоняя в северную двину. Утром пропахлое дров, А ветер поднет лесной морожкою. Нором пропах на кожи, Сырою кожей и дал быком. Полдень пропах на дожкою, Полдень пропах на крошкою. В левом зеленым лугом, Кроченым салом и малоком. Все, что не тот закружено, Будет грузить до ужина, Чтобы забить их любым. И утром башу отправить в море, А наше море не слышит горя. Лишь берег торчит, Да камни почет, Бурлит платочек, И знать не хочет Про наши деды на берегу. Ну да чего же народ трубон, Пошел жестокий и обозленный, Сей нашей жизнью цена пятак, Того глядя летишь на нож. Сегодня утром слабочный дом, Пырнули ножом капучно льона, Убили манова просто так, Убили манова не за грош. Какой кошмарик, куда же только? Глядит полиция, Крой и дом. Давно пора засадить в тельбу, Всех паразитов и всю шпану. И не садя, иди по блин, Чего додулся, садись покушай. Бабы, вышло сороки, Гляди, не оладь, перед пугари. Вырос отцу помощник, Ты ешь картошку, А их не слушай. Лучше на всякий случай, Гулять пореже, За почагами. Так ходят легкие люди, Ножами пашут, Размер стопать, А наш хозяин шутить не любит, А наше дело мешки поломать. Чтоб утром пашу отправить в море, А наше море не слышит горя. Путь не похочет, И знать не хочет, Проножи вены на берегу. Море молчит, как рыба, Покуда ветер не переменится. Море ленивым зелем Лежит под солнцем и греет бок. Ветер сегодня ленься, Мощник, води, не греется. Ветер в ушах не боя, Ветер с ветром, И нам не стоит бояться горя, Бояться дуы. Покуда море, Глаза зажмурят, Ленивым зелем, Обнявший берег, Лежит под солнцем у наших ног. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как вы заметили, в этом номере роль сугубо положительного персонажа отца Сани Григорьева исполнил Олег Кузнецов, исполнитель роли Абонаркова. Не удивляйтесь, так как у нас всего восемь, многие актеры в совершенно неожиданных апостасях и амплуа выступят в том числе неожиданно для самих себя. Зато следующий номер вы услышите в абсолютно оригинальном составе, как когда-то «Прощание с Аркадьевским» исполнят Ирина Линд, Юрий Мазикин и Петр Маркин. Московский спорный штат Крестангель Нельзя опаздывать к нему, подашь к пути в гостильщик манят, еще мгновенье не гранят, все наше прошлое по тьму. Минуты, среды, сердцы, рак, разлуки, час, прощальный час, Московский спорный штат Крестангель Московский спорный штат Крестангель По море манит, море тянет, Иди сюда в последний раз. Чтоб снова, как прежде, В бессмысленной надежде Святую Марию высматривать вдали И, проклиная почту, Ждать писем две то, что Они лишь задержались В снегах чужой земли. Поверь я, Тимаша, что в столице Позловно прысокнуть слезам Пора с небес уже спуститься С Иваном Малычем проститься И отправляться на вокзал. Чтоб в незаконченном романе Начать еще одну плаву Экспресс не терпит опозданий Прощайте, друг мой До свидания И ещайте к нам в Москву Приеду Приеду Чтоб снова стать соседом Чтоб снова стать тенью У ваших ног в Москве Быть другом и не волен Не зная, что за море Отведенный судьбой Как там свежий ловень Аплодисменты 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 Дружеского Поэтому не забывайте писать нам смешные записки Ну, если хотите, то серьезные Мы на них обязательно ответим Мы в втором отделении А еще не забывайте заказывать какую-нибудь еду Потому что Кнездо глухаря Очень возмущается, что Никто не ест на наших концертах Это плохо Нас выгонят от этого Если вы не будете хорошо кушать Пойте, Петер, хорошо Арест отца Эта сцена Драматическая, страшная Вы помните, на присту не заканчивается Полуденный отдых И вдруг в это радостное и светлое настроение Врывается пристов Ой, можно я спать? Да, можно, Петер Всегда хотелось петь пристов Он ненавидал свою роль Кораблева Петер всегда хотел петь пристов Более того, он его пел На первых демозаписях Это было оглушительно Прекрасно Итак, арест отца Прошли, не нужно, понимаешь Уже еще права человека Очень хорошо Амур Ты кто Кто среди вас, кто будет Иван Григорьев? Если Иван Григорьев, то он и я. Твой ли это нож, Иван Григорьев? Значит, узнаёшь очень хорошо, Что же ты его не спрятал в море. Стало быть, Григорьев, ты ещё и груб, Ты ещё и тупать надо живу. Давай, пошёл! Что ты ещё за ссунок? Это Григорьев, пацанок! Он над рожденью слова вымолвить не умеет. Если он нам чего сообщить имеет, Пусть он сперва разучит хотя бы пару слов. Смутитесь, покатите, нежно вы не родите. Володим ваше благородие не шутите, Так поступать негоже, Эхот не дай на боже. И из чего он, родор, тяг и подумать сложит. Вот он прям, между прочим, Саши, среди рабочих. И на победу делать, Честных путей боросят. Да он честным оказался, Сам в своё действие расписался. Верезал дугами кривыми, На наше собственное имя. Где ты его оставил, мне-то припомнишь, Может, где и когда оставил ты этот ножик? Где я его, спрашиваю, я третий раз, Третий раз. Третий, и на этот раз последний. Я его на бедне, Этот обронил, да не помню где. Верно, обронил, но не на бедне, А сегодня ночью ты его забыл, Я не помню где. Там, у почтальона в животе. Этого быть не может, Этого быть не может. Вы же слыхали сами, Как он признал свой ножик. Этого быть не может. Желательно вам разойдитесь. Вы уж там ваших благородних, Разберитесь, вы души, Сердитесь, родные, Дежит нас, но по всему выходит. Произош нашим, Как белое тело, Он не видит. Я надеюсь, Теперь-то Маркерн Снова перевоплотился Из злого призыва Доброго Кораблева, И сейчас прозвучит сцена Урок речи. Как вы помните, В романе Гаверина В судьбе маленького Сани Григорьева Два человека сыграли очень важную роль. Это сын и доктор, Который его, собственно, Учил говорить, И Кораблев, Которого он встретил уже позже В школе-интернате. Ну, а в мюзикле Это два человека В лице одного персонажа, Кораблева. А после сцены речи Сразу наступит мгла. Именно так называется оратория, Которая символизирует Смутные времена в России. Ну, а так как тема вихрей враждебных, Видимо, всегда будет в России актуальна, То открывает все, Кто знает слова. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну, поделись, давай, скажи, любуйся, да ты, похоже, не умеешь. Прости, моряк, беги домой, постой, но слух-то ты имеешь, И все, что слышишь, разумеешь, так ты, людей, а не немой. А как же ты своих матросов в бредбури сможешь ободрить? Не плачь, моряк, я знаю способ, простой, но очень верный способ научиться говорить. Запомнить нужно пару фраз и повторить сто тысяч раз, И если только повторишь, наверняка заговоришь. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В связи с уроком речи С этим эпизодом связано одно из самых приятных, радостных, чисто актерских воспоминаний Мы не удержались от соблазна, чтобы не сделать на одном из предпоследних спектаклей зеленку Для тех, кто не знает, зеленый спектакль — это когда актеры достаточно вольно обращаются со спектаклем Они шутят друг по другу, но мы достаточно сердцем приносили к этому спектаклю Поэтому постарались все шутки сделать настолько тонкими и корректными, чтобы это не повлияло на каждый спектакль Дело в том, что Василий Георгий Леонидович, он строго-настрого сказал «Кто будет хулиганить, того лишу зарплаты» Поэтому все, конечно, постарались очень аккуратно Чтобы кому спектакль не поменять В итоге на сцене поднимали даже менеджеры сцены для кулисной Ну, неважно, там было все Там была бесконечная вереница пионеров, которая неизвестно откуда появилась в сцене «Вокзал» «Пришла в голову цена» Там была Катя, Катя Татаринова, которая переоделась геологом, прибежав к его провожать Там были вместо двух детей в коммунальной квартире у Валики Жукова четверо И все бы ничего, но мне пришлось по ходу сочинять им имена и вставлять этот текст Но гран-при зеленого спектакля, безусловно, взял Петя Он в сцене с урок речи, он не менял ничего Он не одевал зайчьи уши, он не менял мизансцен Он не кривлялся Он просто в лицо этому несчастному мальчику Спел другое четверостище Александра Светлана Мы всего этого к своему несчастью не видели Потому что мы в это время лихорадочно переодеваемся из грузчиков в торговцы на плашиный рынок Это нам потом рассказали оркестранты Которые просто скрип, реглисонтируя по грифу, как-то вот так сползали Хорошо, что у мальчика не было микрофона Потому что... Аркаша сказал, дядя Петя, что ты поешь? Мы мальчик говорит, что ты? Поехали дальше, следующий номер Это наша программа «Блашиный рынок» Один из самых музыкальных номеров На сцене, как мы помним, появлялся драма и натуральное величино У нас вообще много я с ним так не видел натуральное величино Вот, да Стани, которые попадают на стул без призорников Они обитают на блашином рынке Примечательно, что в первых рядах Настоящих русских, московских без призорников На сценарии Глеб Бауэр и Виталий Розенвассер А сегодня у нас партию самого голосистого, самого маленького, самого нархального А без призорника исполнит Лидия Макарова Советский советский Сбылась мечта, я стал миллионером Владею я несметным количеством нулей Солитые и приличные манеры Иду гулять по скверу Искать случайных привыклей Ай-ай! Купи-продай! Кому вы осчастливить миллионам Купить коробку с пичем Или пару папирос Кто может взять с лакон один в холоду? Мадам, прошу, пардону Возьмите за дважку Пак-роз Ай-ай! Купи-продай! Райка-миллионер И мы миллионер И он миллионер Мы все миллионеры Мы богат, товарищ, милиционер Нас не поконим Только по скверу Богат, товарищ, милиционер Нас не поконим Только по скверу Зачем подушка, если нет кровати? И если нет рубашки На кой мне кружева? Кто может нам на публик денег хватит? Ну, беды как богатит Кто может хватит три на два? Ай-яй! Купи-продай! Да здравствует страна Я миллионер Где временные беды Переживаем мы Да и богат нам Начало новой эры Несколько летят коллеги И от какой-то другой Чумы Ой-ой-ой Да боже ж мой Моя миллионер И ты миллионер И он миллионер Мы все миллионеры Могат, товарищ, милиционер Нас не поконим Только по скверу Могат, товарищ, милиционер Нас не поконим Только по скверу И только по скверу Поконим Только по скверу Пока, товарищ, милиционер На сквере поконим Только по скверу На сквере Поконим Только по скверу Смотри, у нас Виктория, виктория Знаю, в какой танце Да, в танце Виктория, в каком Не танце Вы ходите Тут есть маленький Виктория Можно танцевать Двигаемся дальше Знаете Все знают, что Норд-Ост Это практически Один из немногих Мюзиклов Который был Отмечен Премией Золотая маска Ну и, конечно же Как это обычно бывает Все лучшее Достается негодяям Вот Но в нашем случае Вот Юрию Мазихину Посчастливилось Вот Но мы-то, конечно, понимаем Что это произошло Не потому, что он Так гениально играл Шутим Потому что Отрицательные роли Они всегда более выигрышны И когда так прекрасно Написаны То, ну, не сыграть Это, ну, я не знаю Как можно это Не сыграть Вот Поэтому Сейчас Юра споет Знаменитую свою Песенку Директора школы Песенка Ставьте, месье, ваш чемодан Несчастный, несчастный Нет, изначально непонятно Как такое вы могли себе позволить Так нечрезвычайно неприятно Что сие вообще возможно в нашей школе А знаете ли вы, что все злодейства Полное предательство и фарисейство Как же начинались вроде бы Поздняши мгниных мелких действий Ибо как известно, когда будет Тептичнее пропасть Краются на уроки, это дерзость Ну-ка, Робашов, поведай нам, давай-ка Как организовал ты эту мерзость Что вы, Николай Антоныч, это, Валька? Ах, так это жука Грыз приносит Это пыхомяка, я не грыз, а вовсе Можно ли терпеть подобным анталицам? Чего ли кому мы спросим И ответим строго? Разрешите? Ну, разрешите? Нельзя! Ой, здрасьте! Входите, я не вам Простите, ради бога, только чтоб на улице Я встретился совсем случайно с мальчиком Которого в Архангельске Я знал не только он был отражнений и непонятно Да, да, весьма печально Верно, но сейчас он говорит не хуже нас Он научился рассмотреть Это чудо, да? Ну, смотрим уж раз вы научились говорить Так расскажите же нам, кто вы и откуда Меня сам Переводим к Александру Живу я на вокзале Я крутой сирота Всё, 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 мне всё понятно Вам с апплиганского два наряда Крыса на уроке Значит так, вы двое В комнату заведующего складом Отведите прибывшего к нам героя Пусть его денутые обуют Да, вы не ослышались, его беруя Пусть ребёнок лучше учится у нас Чем на вокзале воруют Крысу утопить Постойте, Кораблёв, я задержу вас чуть-чуть Да, я педагог, и мне понятно Жду чьи желания помочь всем сразу Но мне чрезвычайно неприятно Про детей без направлений норов раз Мы забыли, что только за нынешнюю осень Переявили на тех, как он примерно Пусть можно так вести себя учителям Школы коммуны, мы спросим И ответим твёрдно, без овиняков Ну извините, нельзя Танго любви Простите, но я думаю, для меня сюрприз, для всех и для всех сидящих в зале. Я приглашаю на эту сцену исполнительницу роли главной в этой сцене Елену Казаричу. А ей будут помогать Ирина Лин и Пётр Маркин. Лена, у тебя нет выхода уже, всё. Я просто плачу, плачу, и потом вина заказала я. Аплодисменты. 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 Поди, Катюша, погуляй. Аплодисменты. 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 Забыли всех об экспедиции, пропавший. Но я не верю, что погиб святой Марий, капитан. Я буду ждать, может, смерть уйдет, весело наклевавший. Я буду ждать, я буду ждать на переговор вода. В душе моей холодный снежный год, но греюсь я по-сенним угольком. Хоть тверь едва, 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 бессильно изменить течение лет. Моя любовь жива, бессильно изменить течение лет. И ваш вопрос, и мой ответ. Какая любовь жива. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ах, Иван Палыч, вот так сюрприз. Машенька милая, сделайте чай, Умых посиделим, попьем, поболтаем, Можем достать парадный сервис. Боже, какой букет, откуда? В марте один цветок, миллиона полтора. Прошу прости, пожалуй, мне пора. Что вы, куда вы чай поспевает? Мы по-простому без должностей. Знаете, мой друг, как приятно бывает Дома застать нежнарных гостей. Я вас не понимаю, а, видимо, придется Дарить розы в мае дешевле обойдется, Везет без приглашения на грани буветона. Ах, Николай Антонович, к чему этот фарс? Ивана Павловича букет Не нарушает этикет Или, быть может, мне принять гостей Не позволяет дома с дрой? Быть может, мне запрещено Ходить в кино, смотреть в окно И в ожидании дурных вестей Должна я вскрыть лицо чедрой. Я вас не понимаю И правду непонятно Не знаю и сама я, как вырваться обратно Пока не вскнет возврата И я, как приживалка У мужского брака Шесть лет под замком Ах, Боже мой, какой замок Когда в ваш дом пришла лета Кто, как не я, пожертвовал собой Вам помогал печаль унять Кто делал все, что только мог Чтоб наступил тот день, когда Мой бедный брат вернулся бы домой И смог бы снова вас обнять Кто ради этого светого дня Так много отдал сил И так мечтал, чтоб этот день Не наступил Бабушка, бабулечка Откуда это? Да не аж, да я тут Рулакометр немножко раскладывала Нет, это даже испачкалась Иди А это что, начиная Писание, ты при чем? Все по-другому было Это не аж А тут телегома Ирина Простите, я его разбил На самом деле Все это вранье Да вы не слушаете ее Нет, правда, я его разбил Это я Это я Мы не хотели Мир прятки волон доброходов Вот они стоят под руки в очи долу Вот кому он помог найти работу Вот кого противоправил принял в школу Вот что я получил за все за это Все-таки верна народная примета Делая добро Не стоит ожидать аналогичного ответа Да, неблагодарность Это-то и есть первая причина Всех бед Вот кого я пригрел неосторожно Вот кому и поверил Так легко я Вы хамелеон Да как же можно Про Ивана Павловича сказать такое Это удивительный феномен Скромен и одновременно вероломен Можно ли после этого переносить Ваше присутствие в этом доме То мой ответ Исвестен вам всеми Ваше присутствие в том, что я хочу сказать Речного и морского плота, братцы Тема, которую безусловно можно назвать Мотивом, наверное, всего спектакля Сам номер называется очень сухо Ратория номер два На самом деле мы ее знаем как капитаны Собственной судьбы В спектакле ее исполняли Четверо героев в восьми лицах То есть два поколения героев Друзья, я думаю, что это абсолютно справедливо И сегодня мы споем ее все вместе Вместе с вами Анна Мгмартова И с ума приостная Никакой нибудь приют Можестная красная Две друзей не придают Мы возьмем с собой из детства Наше скромное наследство Непременное для посторонних глаз Наши детские заводы Наши драки и войкоты Наш поддом и наш гребучий газ Вороли рушек и капилку разблазан Капитан и солнце святой судьбы Это нас на ревет земной трубы Это нам поднимать и моря И над двоем моря Отжигать все в солнце И не нас на ревет Месяц в году Нам крестить Скорость радости в виду Нам крестить Моноскорная месть И с тобой бороться Нашим гребным и законом Мы с тобою Неуклонно будем следовать Мы доводим повсюду И всегда И не как в глаз И свою свинью капилку В бездом нанести Через года Не придавать И не сдаваться Иногда Друг сердечный Друг мой дорогой Знаем ты Я всегда с тобой И пускай Поменяются мы Поменяется мир Сквозь годы пророская Но для вас Месяц в году Знаешь, что я Тебя не поведу Я тебя Ни врага не принял Ни в обиду не дал Никому никогда Я тебя Я тебя Я тебя Друзья, но следующий эпизод не нуждается в особом каком-то представлении И узнается с первых танков Это Новый год Я тоже внесу Еще такое закуристное Возгонение Надо честно признаться При всей нашей любви К проекту Особо теплых чувств У ансамбля этот номер Не вызывал Потому что Потому что ансамбля Было тепло И без того Не просто тепло Было жарко Благодаря костюмам Из натуральных тканей Которых пожила Маша Данилова И натуральный механ И выходили После этого Просто обливались Потом Но не суть Самое главное Что при всем при этом Ансамбли и хоры Исполнялись вживую Хотя многие зрители Не искушенные Технологии в жанре Не верили до конца Больше того Я скажу Что исполнители Главных ролей За кулисами подпевали Ансамблю В ансамблях и хорах Не все исполнители Главных ролей Помнили текст Потому что В трех разных куплетах В трех одинарках Совершенно припевал Были три разные строчки Но зато Петя помнит Да Мы придумали Эту систему Вот этот Называлось Стар звал Наскуляет Гордовал Вот этот Назвалось Ночки Все хотели Снежки А вот этот Назвалось Грани Вроде Токи Любви Вот этот Назвало Я не запомнил Вот ведь Какая Покора Вот ведь Опять Как всегда К празднику Нового Года Харам Вновь Мороз Вот На Кос Мороз Мороз Голела Нас Видимо Это Надолго И Серьез Дед Дед Друг Учен Мороз Непочем Потому Что Нас Валют И Греют Потому Что Ногой 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 Что Знаком Нас Общий Закон Мороз Закон Мороз Закон Мороз Закон Мороз Закон Тридцать Один Высообразим Как согреться Закон Мороз Мороз А С scale Цвет Дед С Закон Из І Мороз Нас приглашаю, себе на чашку чаю, Как я не обещаю, но будет тепло. Кучи опять наползают, Целыми день угрозят, Там небо разоберзает, Шить нельзя. Но как старик мы будем Минус тридцать один, И организм остается. Но не вредим. Дед, тот, ученый, Мороз не почет, Потому что нас маленькие греют, Потому что мы, Давай, 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 Мы все так похожи в море, Потому что знаком нам Все общий закон, Потому что наморозит С друзьями теплее, Потому что крови Пройдет токи любви, Потому что грядет новый год, 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 Новый год! Новый год!